Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня я обращаюсь к вам. Именно к вам, потому что вы доверили мне высший государственный пост в стране. Сегодня я понимаю, что взял на себя огромную ответственность и знаю, в России глава государства всегда был и будет человеком, который отвечает за все, за все, что происходит в стране. Сегодня первый президент России Борис Николаевич Ельцин, покидая Кремль, сегодня он вспомнил об этом, произнес слова, которые многим запомнились. Он сказал и сегодня повторил в этом зале «Берегите Россию». Именно в этом я вижу свою главную президентскую обязанность. Исполнение этого долга буду требовать и от своих соратников по работе, по службе. Я также рассчитываю найти в этом патриотическом деле помощь сограждан России, всех, кому дорога судьба нашего Отечества. Сегодня хочу поблагодарить и моих сторонников, всех тех, кто проголосовал за меня на выборах. Вы поддержали те первые шаги, которые были уже сделаны. Вы поверили, что вместе мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему. Я глубоко признателен вам за это. Но я понимаю, что ваша поддержка – это только аванс власти в целом и, разумеется, мне, вступающему сегодня в должность президента страны. Обращаюсь и к тем, кто голосовал за других кандидатов. Убежден, что вы голосовали за наше общее будущее, за наши общие цели, за лучшую жизнь, за процветающую и сильную Россию. У каждого из нас свой опыт, свои взгляды, но мы должны быть вместе. Нам многое предстоит сделать сообща. Сегодня действительно исторический день. Я хочу на этом еще раз сконцентрировать внимание. В самом деле, впервые за всю историю нашего государства, за всю российскую историю впервые, верховная власть в стране передается самым демократическим, самым простым образом – по воле народа. Смена власти – это всегда проверка конституционного строя, проверка его на прочность. Да, у нас это не первая проверка, очевидно, может быть, и не последняя, но это испытание и этот рубеж в нашей жизни мы прошли достойно. Мы доказали, что Россия становится по-настоящему современным демократическим государством. Мирная преемственность власти – это важнейший элемент политической стабильности, о которой мы с вами мечтали, которые стремились, которые добивались. Путь к свободному обществу не был простым и легким. В нашей истории были и трагические, и светлые страницы. Построение демократического государства еще далеко не завершено. Но многое уже сделано. Мы обязаны беречь достигнутое. Хранить и развивать демократию. Сделать так, чтобы избранная народом власть работала в его интересах. Защищала российского гражданина везде – и в нашей стране, и за ее пределами. Служило обществу. Это принципиальная, жесткая позиция. Я ее отстаивал и намерен отстаивать в будущем. Ради сегодняшнего торжественного события мы собрались сегодня здесь, в Кремле. В святом для нашего народа месте. Здесь, в Кремле, сосредоточие нашей национальной памяти. Здесь, в стенах Кремля. Веками вершилась история нашей страны. И у нас нет права быть Иванами, не помнящими родства. Мы не должны забывать ничего. Мы должны знать свою историю. Знать ее такой, какой она есть. Извлекать из нее уроки. Всегда помнить о тех, кто создал российское государство. Отстаивал его достоинства. Делало его великим, мощным, могучим государством. Мы сохраним эту память. И мы сохраним эту связь времен. И все лучшее из нашей истории, все лучшее мы передадим потомкам. Уважаемые граждане России. Мы верим в свои силы. В то, что мы можем по-настоящему преобразовать и преобразить страну. У нас общие цели. Мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной. Страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире. В последние месяцы и в Москве, и на встречах в российских регионах я чувствовал ваше понимание и вашу поддержку. И очень часто от самых простых людей на площадях и улицах наших городов слышал очень простые, но очень важные для меня слова. Мне говорили, мы вам верим, мы надеемся на вас, вы нас только не обманите. Могу заверить вас, что в своих действиях буду руководствоваться исключительно государственными интересами. Возможно, не удастся избежать ошибок. Но что я обещаю, что я действительно могу обещать и обещаю, это то, что буду работать открыто и честно. Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач. И каждый день и каждую минуту служения Отечеству помнить, у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...